Для управления водных ресурсов было передано 112 единиц специализированной техники и 48 служебных автомобилей для районных управления аграрного развития. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 1,83 млрд сомов. В состав техники вошли колесный экскаватор с длинной стрелой, грузоподъемный манипулятор, фронтальный погрузчик, самогрузочный бетономешатель, бульдозер, грейдер и автобус на 35 мест. От государственного бюджета выделены деньги водной службе и они закупили 106 единиц спецтехники. У нас в Кыргызстане такого не было. Сейчас в настоящее время мы уже закупили. Вот сами видели, там есть специальная техника, которая очищает реки, очищает БСР, БДР, которые у них масштаб где-то 15-13-15 метров. Из общего количества переданной техники 11 единиц были выделены для Чуйской области. Это позволит ускорить работы по очистке каналов и улучшить ирригацию, создавая тем самым хорошие условия для фермеров и способствуя получению высокого урожая. Такое обновление спецтехники у нас последние 20-30 лет не было. У нас все старые техники. Вот сегодня на день сельское хозяйство нам глава республики Садан Нурхожевич выручил столько техники новых. Мы радуемся, аж даже волнуемся. Теперь наша задача поставления перед нами по очистке ирригационной сети будет выполняться свой срок. С 2021 года на лизинг сельскохозяйственной техники было выделено более 12 миллиардов сомов, в результате чего было предоставлено 3639 единиц техники. Поскольку сельское хозяйство является приоритетной отраслью в Кыргызстане, ему необходимо уделять особое внимание. Президент страны сообщил, что в следующем году управление водных ресурсов будет обеспечено не менее 400 единицами специализированной техники.